Здравствуйте! Сегодня мы в магазине Миргаза и мне хотелось бы поговорить о настенных котлах. Итак, поехали! Итак, настенные котлы. О чем именно хотелось бы сегодня поговорить? О критериях, которыми бы вы руководствовались при выборе настенного котла. Что под этим подразумевается? Есть несколько факторов. Котлы существуют разные. Также нужно задумываться о том, какая мощность вам нужна, на почему выбирается именно заданная мощность, почему человек выбирает именно настенный котел. Настенный котел с открытой камерой сгорания, настенный котел с закрытой камерой сгорания. Здесь есть несколько нюансов, о которых нужно подумать при выборе, при том, когда вы определяетесь именно, что нужен вам настенный котел, не напольный, а именно настенный. Одним из первых критериев при выборе именно настенного котла будет, наверное, все-таки габаритные размеры. Габаритные размеры, они, конечно же, намного меньше настенных котлов и компактнее. Плюс методика установки котла. Если напольный котел, он занимает некое место на полу и уже, скажем так, ну, как выразиться, съедается какое-то количество площади данного помещения, то настенный, располагаясь на стене, он экономит эту площадь. И уже вы можете применить и на полу, и по бокам, ну, скажем так, со всех сторон для своих нужд. Хотя, опять же, в котельной нежелательно располагать что-то иное, кроме газового оборудования. Я бы сказал, это и не нужно, и все-таки есть какие-то требования пожарной безопасности и так далее. Нежелательно. Помимо габаритных размеров, компактности котла, есть еще один, ну, я бы сказал, самый, ну, может быть, не самый, но один из гигантских плюсов. Это то, что в котле уже установлено много элементов, которые нужны при установке напольного котла. Такие как насос, группа безопасности, к которой относятся и манометр, и предохранительно-сбросной клапан, и автоматический воздухоотводчик. В большинстве настенных котлов он располагается на насосе. Как бы, ну, некий тандем, скажем так, задняя часть насоса, именно гидравлическая часть, она уже сразу выполнена с встроенным воздухоотводчиком. Что еще у нас? Ну, тоже важную роль, наверное, сыграет это все-таки электроника, сам мозг котла. Потому что, если сравнивать с простыми напольными котлами, ну, мало какие из них оснащены именно электронным управлением. В основном это простейшая механическая автоматика. Также можно было бы отнести к плюсам данного выбора. Наличие расширительного бака. Ну, это также, скажем так, к тому, что в котле установлены дополнительные элементы. Помимо расширительного бака, ну, конечно, бывает иногда, еще, кстати, вернемся к расширительному баку, иногда бывает, что требуется установка дополнительного расширительного бака, так как объемы системы не всегда совпадают, скажем так, с заданным баком в заданном котле. Но, процентов, наверное, на 90 стандартного бака достаточно. Также, если говорить о котлах с закрытой камерой сгорания, они уже оснащены турбиной, то бишь принудительным дымоудалением. Если возвращаться к напольным котлам, ну, даже есть простые модели котлов, которые позволяют подключение к ним турбонасадки, это уже все-таки дополнительный элемент. Ну, от 5, пускай, скажем так, преувеличим, может быть, до 10 тысяч этот элемент стоит. В котле он уже встроен, на стенном котле. О чем еще хотелось бы сказать? Ну, здесь уже плюсы, наверное, мы все уже перебрали. Сейчас, как бы... Ну, наверное, скажем, небольшим минусом, но это все-таки минус является энергозависимость котла и придирчивость котла к перепадам напряжения. Почему? В большинстве случаев рекомендуется установка стабилизаторов. Также, конечно, котел нужно защитить от блуждающих токов, и поэтому наличие заземления и диэлектрической муфты на гибкой газовой подводке тоже желательно. Что еще хотелось бы сказать? Ну, давайте теперь именно углубимся, скажем так, в выбор настенного котла. Мы сегодня не будем говорить о каких-то конкретных марках. Просто определимся с теми критериями, которые нужно сразу закладывать для себя, чтобы знать, что хочешь, как бы, какое оборудование ты хочешь выбрать. Ну, делятся настенные котлы на два типа по дымоудалению. Это котлы с открытой камерой сгорания и котлы с закрытой камерой сгорания. Открытая камера сгорания. Это атмосферные котлы, дымоудаление у которых происходит естественным образом в дымоход. С закрытой камерой сгорания, вентилятор при помощи коаксиальной трубы через стенку. Или, ну, есть несколько других вариантов именно исполнения самого дымохода. Это может быть по квартирке какой-то отдельный общий дымоход. Индивидуально это может быть раздельное дымоудаление. Скажем так, сами дымовые газы, продукты сгорания, они удаляются в дымоход. Но по каким-то причинам он, скажем так, не обладает заданной тягой, чтобы установить атмосферный котел. А кислород для, ну, скажем так, для сжигания газа, он берется или с улицы, или с помещения. Ну, с помещения нужно брать, конечно же, при наличии приточной вентиляции. Чтобы в помещении был некий воздухооборот, скажем так. Чтобы кислорода именно хватало для, ну, заданного котла. Так, что еще? Также котлы делятся по конструктиву, ну, скажем так, по гидравлической части. Существуют котлы с раздельными теплообменниками и существуют котлы с бетермическими теплообменниками. В чем разница? Бетермический теплообменник, это теплообменник, ну, скажем так, более сложный в производстве. Но, именно конструкция более сложна в производстве. Здесь что? Канал в канале. То бишь, отопительная трубка и в ней проходит уже контур ГВС. Как происходит принцип нагрева отопления? Аналогично и котлу с раздельным теплообменником. Именно проходит через теплообменник вода, движимая насосом. И, ну, передается уже системе отопления. ГВС здесь уже, скажем так, действует такой, ну, скажем, интересный принцип или неинтересный. Здесь что происходит? Отключается насос отопления и вода по именно каналу горячего водоснабжения проходит через тот же самый теплообменник. И нагревается до заданной температуры. Тем самым, и, как бы, заходя, вода холодная заходит в него, она остужает контур отопления, он не кипит. И забирает заданное тепло именно на нужды ГВС. В котлах с раздельными теплообменниками добавляется уже несколько элементов. Ну, первое, это ясное дело, второй теплообменник на нужды ГВС. И еще один элемент, это трехходовой клапан. Тут уже принцип работы получается немножко другим. Здесь водой отопительной в пластинчатом вторичном теплообменнике нагревается вода горячего водоснабжения. Ну, скажем так, тепло отопительной воды передается воде ГВС. Трехходовой клапан в этот момент служит для переключения, скажем так, контура движения отопления. Если в режиме именно отопления вода движется, ну, образно говоря, от насоса до первичного теплообменника и в систему, и потом опять к насосу и так далее. Здесь уже при помощи трехходового клапана замыкается малый круг. И получается теплоноситель, вода, у нас движется уже по малому кругу, проходя через пластинчатый вторичный теплообменник. Здесь, ну, я бы сказал, менее вероятно забивание котла при нормальной эксплуатации кальцием. Ну, и, скажем так, всеми теми отложениями, которые у нас присутствуют вообще и в теплоносителе, и в воде. Ввиду того, что, скажем так, ну, менее, или как нет, наоборот, более щадящий режим эксплуатации. Ну, опять же, если вы выставляете температуру горячего водоснабжения на какие-то максимальные уставки, то здесь, конечно, будет, ну, все равно нагрузка для котла и будет какой-то процент возможности того, что теплообменник забьется всеми этими отложениями. Ну, а что из этого лучше? Лично мое мнение, уж не судите меня строго, я бы выбрал, конечно же, котел с раздельным теплообменником. Кто-то, наоборот, руководствуясь тем, что отсутствует как минимум один теплообменник и трехходовой клапан, выбирает именно котлы биотермические. Здесь, конечно, ну, сколько людей, столько и мнения. Еще хотелось бы поговорить, даже сделать акцент на этом, о ремонтопригодности котлов. Большинство европейских котлов, произведенных в Европе и в России, они, ну, скажем так, их детали конструктивно, они, ну, унифицированы. Есть возможность приобрести деталь, там, образно от котла Бакси и установить ее в котел Эмергаз. Некоторые элементы, они похожи, подходят по функционалу, что, кстати, не скажешь о большинстве корейских котлов. В этих котлах здесь, получается, каждый производитель изгаляется по-своему. Очень часто применяются похожие детали, но с какими-то маленькими изменениями, которые уже не позволят установить их в какой-то, ну, другой котел. Что еще? Ну, наверное, хотелось бы сказать об управлении котлами. Именно о возможности настройки, именно, мы не лезем в глубокую какую-то сервисную настройку, именно о настройке, там, отопления, горячего водоснабжения, включения, выключения, переключения между режимами зима-лета. В некоторых котлах, вот, кстати, за моей спиной несколько котлов находится, даже вот мы откроем. Ну, в большинстве котлов это осуществляется, скажем так, ну, просто. В каком смысле просто? Тут у нас расположены кнопочки плюс-минус отопления, плюс-минус горячего водоснабжения. Вот, берем здесь аналогично отопление, горячего водоснабжения. Ну, есть кнопки переключения между режимами, в основном это выполняется кнопками включить-выключить, там, однократное нажатие, двухкратное, трехкратное, четырехкратное нажатие. И, скажем так, выделенная кнопка, опять же, в большинстве котлов это перезапуск котла, сброс ошибки, скажем так. Да, все котлы настенные всегда подскажут вам, что с ними случилось. То есть, если это не произошло какое-то конкретное сгорание электронной платы, сразу, скажем так, они выдают код неисправности. Практически все коды, за исключением, там, некоторых, и то в некоторых моделях у некоторых производителей, там, сервисные коды, которые не указаны в инструкции. А так, все коды, есть специальная таблица неисправности, они рассказаны в инструкции. И вы уже можете видеть, скажем так, причину неисправности. Да, 70% неисправности потребитель сам не может устранить, приходится вызывать сервисную службу. Но вы хотя бы можете, скажем так, сделать минимальную диагностику и понять, ага, нет газа. Надо проверить, горит ли вообще газовая плита. Может быть, газ отключен. Или неисправность, скажем так, дымоудаления системы. Здесь одним из распространенных случаев бывает обмерзлая коксиальная труба. Там, труба чистая, все хорошо, ну, наверное, вышел из строя вентилятор. Или вышел из строя пресостат, который, скажем так, отвечает за контроль работы вентилятора. Что еще? Возвращаемся к управлению. Также существуют некоторые котлы с чуть-чуть, ну, скажем так, усложненной системой управления. Это вот, к примеру, возьмем даже Bosch. У него, ну, есть некое подменю, в котором нужно настроить температуру теплоносителя, температуру горячей воды. Ввиду того, что количество кнопок сократили, сделали только, ну, по одной кнопке плюс-минус. Здесь есть, скажем, функция, зашел в меню горячая вода, настроил горячую воду. Зашел в меню отопления, настроил отопление. Я думаю, в будущем снимем такую краткую инструкцию по управлению Bosch. Может быть, даже расскажем о сервисных настройках в разных котлах. Также существуют еще котлы с регулировкой заданных температур теплоносителя. Скажем так, ручками, вращением неких ручек вы выставляете нужную температуру теплоносителя. Ну, и есть, как вот сейчас новая моделька Violent. Она, ну, как новая, 16-го года. В ней уже одновременно и легко, и одновременно усложнили управление. У них одна ручка. Ну, скажем так, проводим аналогию с Bosch. Здесь по одной кнопке плюс-минус там одна ручка. Ну, это дело привычки. И даже я иногда, приезжая на пусконаладку котла или на какой-то ремонт, бывает просто от того, что там образно месяц не общался с этим котлом, начинаешь чуть-чуть хаотично, скажем так, крутить ручку и думать, так, а что нажать дальше. Ну, в большинстве случаев существует дисплей, на котором некие подсказки. Ну, такая аналогия, вспомните, старыми этими кнопочными сотовыми телефонами. Сверху на дисплее подсказка, снизу под ним кнопка, там, приблизительно так. Ну, что еще, чем еще нужно руководствоваться при выборе настенного котла? Значит, мы уже определились с экономией места. Я бы даже сказал, с экономией пространства, как бы, именно котел установлен на стене. У вас есть свободный к нему доступ со сторон. Как бы, в большинстве случаев у котлов кожух снимается практически полностью. Опять же, есть некоторые исключения, у которых такой некий цельный короб снимается только передняя часть. Но это, опять же, уже не ваша проблема. Это проблема сервисной службы, тех, кто будет обслуживать просто в каких-то котлах более удобный доступ к оборудованию, в каких-то менее удобный. Значит, габаритные размеры. Некая экономия на элементах системы отопления. То бишь, уже встроенный насос, группа безопасности, расширительный бак. Так, что еще? Ну, я бы сказал, простота в управлении. Задали теплоноситель. И он его поддерживает. Опять же, самое более распространенное, это некая девиация плюс-минус 5 градусов. Вы задали образно 50 градусов теплоноситель. Он, котел нагреет теплоноситель до 55, выключится, остынет до 45, снова включится. И тем самым, ну, с таким плюс-минус 5 градусов происходит постоянная поддержка вашей системы отопления, ну, и также вашей температуры воздуха в каких-то определенных параметрах. Ну, еще, наверное, скажем так, один из плюсов котлов, ну, здесь уже, я бы сказал, и в напольных, более современных, то же самое есть. Но, как бы, сейчас говорим о настенных, возвращаемся к ним, как бы, это возможность подключения дополнительной периферии. Что под этим подразумевается? Ну, первым делом, это подключение комнатного термостата, различных модификаций, их много существует. Второе, это подключение уличного датчика температуры, и тогда уже котел следит и за температурой на улице, и за температурой в помещении. И, исходя из этого, уже происходит нагрев вашего теплоносителя для поддержания заданной температуры в помещении. Что, какую еще периферию? Ну, существуют различные GSM-модули, которые возможно подключать к котлам. Служат они для контроля за температурой теплоносителя. Ну, и не только теплоносителя, в принципе, за контроля за самим котлом удаленно. Существуют, как бы, мобильные приложения или некие программы компьютерные, через которые вы следите за своим оборудованием. Ну, что еще? Некоторые модификации настенных котлов позволяют подключать к ним косвенный бойлер. Ну, там, конечно, требуются дополнительные элементы. Там специальные, скажем так, узлы, которые позволяют это все сделать. Ну, опять, существуют, как бы, способы, методы подключения косвенного бойлера и просто настенному котлу. Если грамотные монтажники, я видел варианты, когда обычный котел с раздельными теплообменниками, путем неких манипуляций, он работает уже не со вторичным теплообменником, а с косвенным бойлером. Ну, все равно, я так понимаю, что там это имеются в виду котлы, которые все равно подразумевают возможность подключения косвенного бойлера. Так, ну что, о чем еще хотелось бы сказать? Также хотелось бы сказать, что существуют настенные котлы с встроенным косвенным бойлером. В таких котлах конструктив похож чем-то, как раз вот на котлы с раздельными теплообменниками, но функцию вторичного теплообменника выполняет именно косвенный бойлер. Да, габаритно они немного больше. В большинстве случаев бойлер где-то от 60 до 90 литров в них используется. Итак, еще один критерий, о котором мы не сказали, которым нужно руководствоваться при выборе котла, является его мощность. Настенные котлы варьируются по мощности, скажем так, ну большой в них разбег существует, котлы и 18-киловаттные, и 24-киловаттные, и 11-киловаттные, и 30-35-киловаттные. Чем мы должны руководствоваться при подборе котла по мощности? Здесь нужно не забывать о отапливаемой площади, о, скажем так, конструкции системы отопления, присутствуют ли теплые полы, еще какие-то элементы, что, ну, как бы вообще выбор котла по мощности происходит при помощи специальных расчетов. Если говорить о грубом расчете, ну, который, скажем так, не всегда правильный, но при заданном расчете, в принципе, если система отопления сделана правильно, вы не замерзнете. Это, значит, 1-киловатт мощности на 10 квадратных метров отапливаемой площади. Ну, 24-киловаттный котел может отапливать площадь в 240 квадратов. Но всегда в котле должен быть запас мощности. Этот запас, если в цифрах, где-то в районе 20-25% от мощности котла. И поэтому, возвращаясь к 24-киловаттному котлу, запас мощности должен составлять, ну, опять же, 20-25%. Получается, что данный котел может отапливать помещение площадью 200 квадратов. Если присутствуют также теплые полы, там уже, конечно, чуть меньше площадь. Здесь уже лучше взять котел большей мощности, там, 28-киловаттный, 30-киловаттный. Что еще? Ну, что, скажем, в завершении этого видео хотелось бы дать совет или как наставление. Но, опять же, это только лично мое мнение. Я считаю, что на данный момент лучше выбирать все-таки европейского или отечественного производителя. Не хочу сейчас как-то оскорбить корейских производителей, но все-таки больший срок службы все-таки сейчас именно у данных котлов. Все европейские, ну, все данные котлы, они по качеству находятся сейчас, ну, скажем так, на одной линии. Ну, в данный момент и здесь есть, конечно, премиумные котлы, есть средний сегмент и есть эконом сегмент, но все-таки, как бы, в среднем сегменте котлы практически равнозначны. Да, есть какие-то и заводские брачки, ну, как я всегда говорю, это железка-механизм. Любой механизм может ломаться, ничего не работает вечно, поэтому и одним из критериев выбора я и говорил, что ремонтная пригодность, она важна, то бишь, унификация запчастей. Ну, а что? Как бы, если котел у вас стоит не в котельной, в которую вы редко заходите, а где-то в каком-то помещении, была бы это кухня или какое-то помещение, находящееся в доме, которое служит не только котельной, но и там образно каким-то проходным, то бишь, котел вы видите периодически, и, наверное, как бы, еще одним критерием его выбора будет дизайн. А вот здесь уже, как бы, существует очень-очень много вариантов выбора по дизайну, но здесь, как бы, на вкус и цвет. Ну, наверное, на этом все. Если есть вопросы, задавайте их внизу в комментариях. Как бы, если вам понравилось, спасибо большое. Ну, и на этом хватит. До свидания.